Девушки отдыхают По нотализации Застеснялась 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 Наталье Валерьевне штык в музей. Только аккуратно. Я там заминировал. Спасибо, Игорь Иванович. Пожалуйста. Мне кажется, что за пятна эти беленькие вот такие вот. Серьезно. Посмотри, посмотри. Ну потому что это я пролила на себя какую-то эту штуку, которая стирает краску. Пентрохерию? Стирают краску. Ну я что-то где-то запачкала, и надо было мне срочно открыть, а там тугая была пробка, я так пью на меня. Вот так вот мы возвышенно про штыки, а потом про пентрохерии, которые стирают краску. Почему он пристал с пятном? Не заметил? Ну конечно. Нет, чтобы голову подержать вниз, он сразу тынс и все. Сережа. Сережа, мы про тебя говорили, но только хорошее. Вы когда очень хорошее про тебя говорили? Всегда. Не говорили? Ты посмотри на него с таким, как взглядом. Сережа, только хорошее. Вот особенно вот я бы что можно поверил, на петлю. Правду, делись. Серега Дорожкин вчера сделал там дыр. Вообще да. И вчера на петлю там перезков в них. В нем. В ней. В нем? В нем? В нем? В нем? Метеорологи обещают день на плюс 13. Сейчас мы почистим перья, позавтракаем, развернем медальон, найденный вчера Инга Ивановна, и двинем на поле боя. Мы пришли на место вчерашнего раскопа, и сейчас вскроем, поднимем, откачнем маленькую вороночку. На краю этой малой вороночки, на склоне ее, был найден противогаз. На другом краю воронки была найдена лопаточка. Примерно в полуметре от края воронки граната. Много признаков того, что боец может быть здесь и попал под разрыв миномета или снаряда. Сейчас посмотрим. Развернем, вскроем и увидим. Субтитры создавал DimaTorzok и на русском. Расскажи, пожалуйста, один разведчик рассказал, как он помнит, как во время Великой Отечественной войны, нет, это даже не только во время Тебе Отечественной войны. Короче, про доты, что там их обмазывал, кто их обмазывал и чем. Так он приедет сегодня, расскажет. Давай сначала ты расскажи, потом посмотрим, правда какая. А я сейчас набру. Он сказал, что до конца войны в Советском Союзе особо сведений о радиации не было. Потому что только после войны Сахаров начал этим заниматься. И поэтому для того, чтобы светились изнутри, они обмазывали чем? Фосфором? А для чего? Вот. Ну, для того, чтобы за день свет напитывал и хоть немножко какое-то освещение потом было. И они не понимали, что это ядовитые. Немцы? Ну, кто их? Или наши? Наши тоже делали. А-а. И только после... А надо в интернете? Нет, ну просто он же скидок пообразовал. Да, посмотри. Весером приедет, надо его взять и допросить, да. Если появилась возможность, да? Конечно, мы его просто свяжем и допросим, да. Он нам все явки поработает. Он в курсе, что наши активно готовились к химической войне? Конечно. Я думаю, что он же в курсе. Но он уверен, что ни разу не применялось им оружие. Аши нет. Он уверен нашими. Немцы, да. Он уверен. Немцы не уверен, что это... Немцы применяли факт, зафиксирован в Сталинграде. Я говорю, что сейчас... Есть документ, есть документ, которым я могу это подтвердить. Причем он... Все оружие, значит, было там пронумеровано, да, промаркировано, и как бы, что за наших там вручают, что наши не применяют. Причем у меня, если не ошибаюсь, в лагере этот документ есть. Можно посмотреть. Он даже разрешение спрашивал у девчонок, можно ли у Игоря Ивановича об этом спросить. Да. Ну и разрешение давить ему. Да. Хорошо, парень, пускай поспрашивает, где он все узнается, да? Хорошо. Хорошо. Подальше. Все, все. Все, определились? Готовы? Настать внимание, марш! Нам, 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 нам надо... Еще одного человека... Подвращающегося... Ну, девочки, вы лучше бы не снимали, а уже присоединились, как бы ранее там... Вот так и бывает. Я кричала! Смотри, Динар, я мамонта-бивень нашел, держи. Может быть, это папант? Папант. Папант, да. Не определите сейчас, как ясно. Смотрите, вот так вот. Оп! Опять проспал. Отсюда. Замены требуешь. Ой-ой-ой. Нижний пас, вверх. Это трава. Это воронка, да? Это воронка была. Стан, скобу давай. Верху на емкою держите? Ну, вот чуть-чуть подровняй. Берега, чтобы не мешать здесь, встану туда просто. Все. Все? На, ты уже на работу. Посмотри. Нет, ну там глина внизу, а поверху там сверху. К сожалению, ни противогаз, ни лопатка, ни граната не сработали. Воронка пустая. Мы вернулись на раскоп с самого первого дня. Там, где нашли шесть подсумков, три гранаты РГД-33, гранату РПГ-40 и противогаз. У нас не было топора и ведер. Сейчас они с нами. Сейчас мы попробуем обиходить этот раскоп. Судовников, да? Да, отрубили, к сожалению, отрубили корень дерева. Ты что, Саш, не дергай, лучше это. Ну уж, как говорится, что ж тут сделаешь. И вот это место сейчас мы очистим. Посмотрим, может быть, лежит боец. Аптекли просто, наверное. Вот вещи найдены в этом раскопе. Много патронов, шесть подсумков, противогаз, гранаты. А здесь та самая опасная. А куда ее дели? А куда ее дели? А вот она. Вот она. Опасная в данном случае. Столом. Гранаты РПГ-40. с детонатором вставлены в стол. Не поделишься сюда же, да? Меня позвал Дима. Я продрался и подхожу к нему. Противогаз. Да? Ну вот тут подсумочек и патроны были. Подсумок один. А раз здесь второй противогаз, значит, боец второй. Возможно, где-то лежит. Дима нащупал там же и глаз от противогаза. Ну что ж, увы и ах, и в этой воронке бойца не оказалось. Столько вещей. Куча гранат, противогаз, ремни, свитер, подсумки, какой-то ящик. А бойца нет. Даже индивидуальный пакет есть. А бойца тут нет. Вот он, ИПП. Сейчас пойдем на следующее место. Также найдено в первый день работы. Там были Серега, Дима Лаптев и Динар. Пять лопаток. И под вечер Динар нашел кость вроде бы ноги. А где была? Пойдем проверим. А вот. Ты признаешь, да? Тимон! Соня! 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 Тимон! 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 Стоп! Стой! Раз! Давай! Мистер! Прыгай как седа! Еще раз! Сам погибай, а товарища выручай! Ты ведь встанешь! Давай перекурим! Лизбук! Ой-ой-ой! Утопнете, если перекуривать! Вы присядете! А что ты смешишь меня? Толоски на! Да-да! Иди сюда! Давай брюшку кинем! Нет, давай! Все! Того требует искусство! Соня, держись! Только падай! Не назад! Тимон! О-о-о! Соня, не смеши ты меня! Мы тут, если лучше меня смеши, вдвоем утонем! Давай! И... Раз! Раз! Два! И... О-о-о! Соня, держись! Наши не бросают своих! Соня! Соня, спускай его! Пойдем сейчас! Куда, Соня? Держись! Стой! Не мешай, главное, Соня! Не мешай тебя спасать! О-о-о! Соня, повыше! Оп! Ой-ой-ой! Нифига, кажется, сложно оказывать! О! Металл! Ну-ка! Между прочим, металл! Вот так наши посековики отыскивают раритеты! Камень! Да, возможно, камень! Возможно, камень! Слушай, я переживал, упасть назад! Не боись! Спасение рядового Саши! Дим, как спина? Нормально! Бывало и хуже! Но реже! Ну-ка, не мочек! Камень! А-а-а! Вон, нет! Не, он не камень, это не только камень! Камень, похоже! Камень, камень! Ага! Камень! Огласите ваше впечатление, Александр! От чудесного спасения! Самое положительное! Мягко было? Да, переживаю, как у Димы. Придется тебе вечером, дядя Саша, массаж мне делать! Мы пришли на сопочку, которую нашел Серега с Димой Лаптевым в самый первый день. Действительно 5 лопаток, две каски, куча противогазов, кость, чуть-чуть битые окопы, битый блиндаж с отвалами, в которых нашли сразу почти штык нормального сохрана. Пробежались по окопам, по воронкам, по окрестностям, ну и поняли, что скорее всего некая группа выходного дня наткнувшись на эту воронку, решил ее, воронку, высотку, решил ее чуть-чуть бомбануть и в меру своих сил бомбанули. То есть сняли по брустверам и в окопах крупный металл, ну а все остальное здесь вот вокруг и лежит. Так вот мы сейчас, ну за какие-то минут 40, наверное, накопали в окрестностях этой высотки окопов. Ну если не сказать тучу или гору, то можно сказать, что довольно много металла совершенно некопанного. И вот один из них, сейчас мы вам покажем. Мы еще не знаем, что там, но фонит сильно и глубина сантиметров 35. Рядышком в трех метрах найден некопанный котелок советского образца. Вот такое невзрачное углубление и готовы к старту Серега. Если круглая, сам понимаешь. Лучше не тащить. Нечто не маленькое, потому что сигнал миноискателя был очень четкий, сильный, отдающий в руку. О-о-о-о! это серёга не блин даже экскаватором копать это гораздо интереснее но трудоемче ощущение что не винтовка ли пробуем там между корнями прямо уходит куда-то вглубь ваш мы щупом приклад попадали а вот что мы щупами опирались там смоток он как оба пошла мазута да связь с бункером гитара . да фиг знает что такое но не массивная боевая значит не сгусток корней а вот именно грушка сгусток проволоки да заразина все она это она фанила да сколько сил у наших героических парней это дрянь оторвала кто бы мог подумать ну разгибайте спины харамба фляжка где раненый боец откуда у тебя такая сохранилась а вот выливай давнись мне уже давнись выливай давай 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 есть вот а а я надеюсь это не ты сейчас был баба твоя баба моя хорошая Белый господин Хорошо И в то время пока Космические корабли Бороздят просторы мирового океана Учись, студент Кто не работает, тот ест Сейчас идет дождь Видите в объективе Следом за ним идет солнце А пуще солнца Светятся наши товарищи Смотрите, какие кадры Ой, ой, ой Ой, ой Прям один блеск От каждого, смотрите Ой, е-мое Ой, ой Дима вообще в золотом сене Аба-бась Это ой Сейчас я фото еще сниму Чувствуете, как идет дождь Товарищи, смотрящие в этот кадр Помимо снимающихся Не могу не снять Такую Занятную дорогу домой Льющий дождь И манящее солнце День завершен К сожалению Результата нет Ну Ничего страшного А вот и мы Посмотрите, какой вид Не могу не показать Этот контраст Между синим Дождливым небом Я бы даже сказал Сумрачно-пасмурным Посмотрите И золотым берегом Посмотрите Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин